И в дружбу я верю, конечно. Так же, как и в любовь. Дружба должна быть бескорыстной. Ты просто живешь, чувствуешь рядом поддержку этих людей, их тепло, их любовь. Дружба. Дружба — это это навсегда. И вот у меня друг был, вот мы с ним, Леня Кобяков, тоже Алексей. Ну вот, чтобы нас различить, мы с ним всегда вместе ходили. Это меня звали Алексей, а его звали Леня. Надя. Надя, мы с ней были в одном полку. Как-то подружились и были рядом. Это был очень смелый человек. Очень. Даже чересчур. Смелый. Да. Она могла сесть в любое место и никто не мог. На края окопа садилась, а ничего не боялась обсуждать. Фронтовая дружба, она, конечно, ни с чем не сравнима. Этот подносит снаряды, этот заряжает, этот наводчик наводит. Командир отделения дает команду, командир взвода готовит исходные данные, стрелять. Раненых солдат выносили на руках. Не было насилок никаких, на руках выносили. Мы не могли солдата раненого там отставить. Мы брали на руках и отступая, двое-трое несли его обязательно. Я с санитарной сумкой расшелась только после войны. Я не могла раненому сказать, ты знаешь, я уже не санитарка, я консорт, я перевязывать не буду. А дружба-то является в том, что никогда друг друга не придашь. Вот это дружба. Расскажите еще об истории, преданной дружбе на войне. Дружба у нас была, слаженность каждого человека, каждого отделения. Вот был у меня друг Пирог и Алибаев, казах. Ну, он такой мощный парень, дед, щупленький, но мне и легче. У нас был очень дружный коллектив, у нас были гитары, а поскольку я, учась в школе, увлекался творчеством Петра Лещенко и Александра Вертинского, я по памяти многие песни помнил. И вот, мало того, что я пел эти песни, я еще этим заразил всех моих однополчан. Ну, пели песни, конечно, мы пели. А какие? Особенно в госпиталях мы пели. В госпиталях. Ну, украинские почему-то пели, почему-то. Я вспоминаю все это больше украинские пели. ПЕСНЯ 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 Я считаю, что все-таки победили мужество русских людей. То есть вся страна победила. Советский Союз, короче говоря. Потому что в моей роте, где я был, было сразу шесть национальностей. И татары, и евреи, и таджики, и грузины и так далее. Шесть национальностей. И все было дружба. И все братское понимание было. Сейчас этого, к сожалению, нет. Потому что дружба, которая сейчас возникает в трудовых, производственных и других коллективах, она базируется уже на совершенно других вещах. Она больше на личном, больше на производственном. А здесь общая беда, общая цель, общий риск. И вот сознание того, что ты сегодня жив, а неизвестно, будешь ли ты жив завтра. Поэтому сплоченность была, конечно, ни с чем не сравнимая. Отличный парень, казах Алибаев. Ну, он такой решительный парень. Крепкий, здоровый парень. Я с ним как-то не боялся, что и дружбу с ним заимел. И еще вот связиста моего тоже убило. Крепкий, здоровый парень. Ты стоишь в ночи у святого огня. Ты стоишь в ночи у святого огня. Ты же выжил, солдат, Ты же выжил, солдат, Ты просто раз умирал. И друзей хоронил, А за в нас не стоял. Почему же ты замен На сердце ладонье, А в глазах, как и чьей, Отразился огонь? Один раз под Воронежем встретились. Я после госпиталя в пересылки попал, А он уже кончил училище, Был тоже офицером. И мы с ним встретились. Ну вот, пошли на реку Воронеж. Я там увидел рыбу, В кустах застряло, Разделся, поймал эту рыбу. Мы в консервной банке сварили уху, С ним поели. И другой раз уже Курская дуга закончилась. Мы куда-то, Наш полк, Наша дивизия куда-то переходила. И вот смотрю на бугуру, На бугарке сидит, Кричит, Лёха, Лёха! Я смотрю, боже мой, Ну в форме я его сразу не узнал. Смотрю, Лёня, Ну мы с ним обнялись, Поговорили, Всё вот так. А меня направили По всяким таким артиллерийским делам В штаб артиллерии Красной армии в Москву. Вот на обратном пути Я захватил с собой Война уже, Это был 45-й год, Война уже кончалась. И я захватил с собой Волейбольную сетку, Волейбольные мячи. И вот уж тогда, Когда действительно Уже было больше Таких личных минут Во время войны, Играли в волейбол. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok